Этой зимой на борьбу со снегом в Благовещенске выйдет 68 единиц техники, на 44 больше, чем в прошлом. Этого, уверяет Дорожно-эксплуатационном управлении, хватит для уборки. Павел Березовский дал поручение не повторить печальный опыт прошлого года, когда срочистка улиц после крупного снегопада опоздали практически на 12 часов. Сейчас, говорят дорожники, такой ситуации возникнуть не должно. При появлении облачности или пасмурности, все водители обзваниваются, вызываются два звена дежурных, они находятся на базе, остальные сидят на телефонах. В течение, если только начинается снег, первые два звена выезжают, чтобы друг другу не мешаться, другие в течение 20 минут прибывают на базу и также выдвигаются на уборку дворода. Новые грейдеры под метально-уборочные автомобили, погрузчики и самосвалы купили в лизинг. Но некоторая техника, пожаловались работники ДЭО, оказалась некачественной. Отвалы на новых автомобилях зачастую не выдерживают нагрузки и ломаются. Детали приходится сваривать. Ну, это не дело. Она должна пройти года три как минимум гарантия. Тем более она с резиновыми основаниями. Тут я не вижу, что здесь какие-то усилия бежит. Она идет, да идет со скоростью, да и все. Павел Березовский дал поручение связаться с заводом-изготовителем, выяснить, в чем дело и устранить неполадки. В целом глава администрации остался доволен состоянием техники. За руль одного из самосвалов даже сел сам. Ну, вот просто когда проверяю, мне интересно. Я ни разу, допустим, не ездил на таком транспорте. Мне интересно, как работает двигатель. Я же сам механик. Ну, эта машина, конечно, тоже хорошая. Она средняя. Небольшие грузы, которые вот у нас запрещены сегодня, да, по дорогам. А как раз мы подбирали такие машины для ДЭО, чтобы можно было везде подъехать и проехать. И как раз она хорошая для того, чтобы убирать снег, чтобы подвозить тот же самый асфальт и все остальное. И вот я посмотрел, что она действительно работает очень хорошо, спокойно. И здесь в кабине прекрасный комфорт. И кондиционеры есть, и все остальное. На этой машине можно работать без проблем. В конце проверки Павел Березовский сказал, что спрашивать дорожников будет по всей строгости. Техники сейчас хватает, поэтому заминок с уборкой быть не должно. Кроме того, на внеочередном заседании Благовещенской думы глава администрации собирается обратиться к депутатам с просьбой выделить дополнительные средства для ДЭО. Устраняя последствия ЧАЭС, предприятие понесло большие убытки. Ирина Стругачева, Александр Сказов, Альфа Новости. Продолжение следует...